Здравствуйте, друзья, в эфире Геоэнергетика.Инфо. С вами Радекин Максим. Я Борис Марсенкевич. Всем добрый день. Приговоры альтернативной энергетики. Борис Анидович в Европе, как и после обвала энергосистемы Техаса в феврале 2021 года, начали выпускать статьи на тему ВИЕ вообще не виноваты в случившемся и всячески намекают о том, что это невероятное, непредсказуемое некое погодное условие. Так что же подкосило энергосистему целого края? Ну, давайте по порядку. В тот день, когда blackout был, действительно завели речь о том, что это была индуцированная модуляция в связи с перепадом давления, но подвели метеорологи, которые сказали, что ничего подобного в атмосфере не наблюдалось. Явление редчайшее, от него действительно страховки нет, потому что если такое происходит раз в сто лет, то это за счастье. Дальше шли самые разные версии, пока правительство Испании официально не сообщило, что результаты расследования будут засекречены. В чем секретность? Ну, это уже пусть там в Испании думают. Та версия, которая более-менее видна, по крайней мере сейчас, если сопоставить происходившее событие, началось все с того, что действительно на всей Испании было безоблачное небо. Не стоит забывать, что Испания – это родина Борреля, старенького фашиста. Вот выработка на солнечных панелях достигала почти 80%. 78% они, по-моему, давали, и сколько-то еще давали ветровые электростанции. Напомню, что в Испании, Испания и Португалия – это практически, ну, с точки зрения электросистемы, единое целое, количество линий электропередач между странами, которые входят одна в другую, там, просто бесконечным. Так что можно про Португалию пишут реже, но она пострадала ровно так же. Что произошло? Если сведения подтвердятся, то был пожар во Франции, на границе с Испанией, приблизительно в том месте, где линии электропередач из Франции приходят в Испанию и наоборот. То есть достаточно большая мощность, до 4 гигаватт. Пока я не видел отсчетов НСЭ по этому поводу, может быть, их тоже засекреть и сказать сложно. Но если пожар, соответственно, линии электропередач просто отключают от сети, и какое-то время Франция и Испания работали отдельно друг от друга. Во Франции проблем никаких не случилось, сообщения о том, что там кто-то пострадал, кроме тех, кто находился непосредственно в районе этого пожара, ничего не было. То есть энергосистема все совершенно спокойно выдержала. Дело на этот раз не в скачке напряжения или еще чего-то. Напоминаю, что все, что касается солнечной и ветряной энергетики, генерации энергии, относятся к альтернативной, прерывистой генерации. Причем прерывистая – это то, что невозможно никоим образом удалить. Выработка электроэнергии на солнечных панелях зависит от уровня инсоляции. Есть туч на небе, нет туч на небе. Ветровая, соответственно, от скорости ветра. Этим мы не управляем. Соответственно, диспетчер объединенной энергосистемы предсказать, как будет работать та или иная солнечная или ветряная электростанция, не может в принципе. В том случае, если внезапно стихает ветер, становится паспорно, нужно думать, что делать, каким образом удовлетворить всех потребителей. То есть нужны резервные мощности, либо, соответственно, накопители. Накопители в случае Испании. Там есть какое-то количество гидроаккумулирующих электростанций. Они были построены достаточно давно, когда еще не было массового выливания солнечных ветряных электростанций. Новые не строились. Химические накопители – это, прямо скажем, дорого. Тем более, что количество циклов зарядок-разрядок тоже ограничено. Испания не самая богатая страна, поэтому химических накопителей там тоже немного. У тока в сети, собственно говоря, есть целых три характеристики – сила тока, напряжение и частота. Синхронизированная система должна работать на одной и той же частоте в Европе, в России – 50 Гц. Отклонения в каждой стране задаются на уровне законодательства. В обычных случаях не более 1,1 Гц. Гц, напомню, частота колебаний электрического поля. Частота колебаний задается частотой вращения ротора внутри статров в традиционных тепловых электростанциях – газовых, угольных, атомных. Вот ротор внутри статров должен давать 50 оборотов в секунду, если у него больше, чем полюсов. Ну, соответственно, скорость может быть любой другой. Но важно, что именно турбина задает вот эту частоту, именно турбина позволяет эту частоту возвращать в параметры в том случае, если отклонение происходит. Заставить турбину вращаться медленнее или быстрее – это все-таки можно. То есть синхронизация задается именно режимом работы турбин, ничего другого. В солнечных электростанциях турбин не наблюдается, та и другая вырабатывает постоянный ток. Дальше инвертор преобразует в переменные и выдает в сеть. При этом изменить частоту инвертор не может. У инвертора есть параметры, на которых он выдает энергию в сеть. В сети 50 плюс-минус 0,1 – значит, вот такую энергию ты должен выдавать. Если в сети расхождение параметров больше, чем определено законодательно, значит, надо просто прекратить подачу электроэнергии, и ты вносишь дисбаланс в объединенную энергосистему. То есть инвертор выдает условно 50 плюс-минус 0,1. Если он видит плюс-минус 0,2, плюс-минус 0,3, он просто выключает генерацию и все. И правильно делает, потому что в противном случае вся традиционная генерация, то есть все турбины, вынуждены будут реагировать на какие-то ситуативные проблемы. В Испании работали, если взять вместе солнечные ветреные электростанции, больше 80%, происходит отсоединение от Франции, от объединенной энергосистемы Франции. Скачок частоты, безусловно, есть. Это происходит всегда, если происходит аварийное отключение той или иной мощности. Если Франция это тут же отбалансировала, там вполне традиционно порядка 70% вырабатывается на атомных электростанциях, турбины есть, значит, все смогли поправить. В Испании поправлять было нечем, физически нечем, не работали турбины. Если следить за испанской прессой, у нас есть ряд СМИ, которые это не поленялись сделать. Отключение началось где-то на юго-западе Испании, но это ни о чем не говорит, поскольку скорость распространения электромагнитных волн в металлическом проводнике 30 тысяч километров в секунду. Так что без разницы. Размеры Испании тут никакой роли не играют. Это могло произойти в любом другом регионе. Ушла частота, инверторы начали отключать солнечные электростанции. Дальше пошел каскад. Если не работает часть энергосистемы, значит, на оставшиеся работающие мощности выпадает большая нагрузка и еще гуляет частота. Аварийные системы отработали безукоризненно, они начали отключать все подряд. В том числе и традиционную генерацию, поскольку при таком росте нагрузки, разумеется, и атомные электростанции прекращают выработку, и гидроэлектростанции начинают холостой сброс мимо гидроагрегатов, что, собственно говоря, и видели. Остановить не удалось. После того, как инцидент закончился, нужно было восстанавливать энергосистему. И вот то, что мы видели утром 29 апреля, как раз служит костным доказательством того, что это происходило именно так. Все обнаружили огромный рост газовой генерации. Работать начали газовая генерация. То есть объединенная энергосистема Испании и, соответственно, Португалия начала входить в синхронный режим. Синхронизация системы в обычных случаях начинается с самой мощной турбины. Вот она выходит на нужное число вращений и, грубо говоря, вытягивает на себя все остальные. Соответственно, вся газовая генерация не только давала мощность, она задавала те самые 50 Гц, то есть восстанавливала параметры сети. После того, как удалось вернуться к 50 Гц, энергетики приступили к поэтапному подключению солнечных и ветровых электростанций, что мы, собственно говоря, и наблюдали. Приблизительно за сутки все удалось ввести в норму. Вот, судя по всему, это наиболее вероятный сценарий. Может быть, там были какие-то дополнительные еще приключения, но, к сожалению, мы теперь об этом не узнаем, потому что все это строго секретно. Какие выводы сделает руководство Испании, сказать сложно. Какие выводы сделал диспетчер объединенной энергосистемы, но, я думаю, засекретили, потому что вряд ли то, что было сказано и написано, подлежит переводу на какой бы то ни был язык. Вряд ли энергетики в восторге. Они предупреждали о том, что вот такая ситуация может быть. И когда с восторгом взрывали градирни угольных электростанций, останавливали, энергетики восторгов не испытывали. По понятным причинам. Частоту держать нечем. Что нужно делать для того, чтобы подобного не происходило? Ну, один из вариантов, это, разумеется, наращивание накопителей в сети с тем, чтобы можно было в таких случаях как-то себя подстраховать. Но наиболее очевидный вариант, это нужно дополнительное строительство газовых электростанций, тем более, что у Испании с технической точки зрения такие возможности есть. Напомню, что на побережье Испании максимальное в Европе количество регистрационных терминалов газ она принять может, остается просто заниматься строительством газовых электростанций. Будет это сделано? Не будет. Я надеюсь, что мы увидим хоть какие-то заметки, комментарии по поводу произошедшего должны появиться. Но если уж совсем грубо, то у Испании надо делать какой-то выбор. Либо продолжать спонсировать киевский режим, либо заниматься строительством газовых электростанций. Или возвращать в строй угольное. На угольное возвращать в строй после того, как поступают традиционно по-европейски, взорвать, разломать, разнести, уничтожить бульдозером сложно. Проще строить газовые, по крайней мере, экологическая нагрузка, будем считать, что меньше. Либо продолжать поставлять оружие тому, кто больше всего об этом просит. Но тут уж делать выбор самим испанцам. Борис Леонидович, а чем мы можем ответить? Вот у нас тоже не так давно потух свет в целой Калининградской области. Ведь тоже случаются ЧП? Ну, свет, слава богу, погас не везде. Ряд регионов, ряд районов, в том числе и самого города Калининграда, пострадал. Но ситуацию вернули в норму за два часа. И, судя по официальному сообщению нашего министерства энергетики, тоже скачок частоты. То есть ситуация такая, маленькая модель Испании у нас в Калининградской области, в Калининградской области в Европе, вот и велел себя по-европейски. Причины этого скачка пока не выяснены, но, собственно говоря, прошло всего несколько часов после инцидента. С одной стороны, с другой стороны, видна скорость реагирования. Калининградская область у нас оснащена всем, всеми видами генерации, угольными, газовыми, солнечными, ветровыми, гидроэлектростанциями, все есть, недостроена только Балтийская атомная электростанция, хотя совсем недавно генеральный директор Росатома Алексей Лихачев по этому поводу прокомментировал, что готов Росатом в любое время вернуться к этому проекту, завершить его, и намекал на то, что единственное, еще Калининградской области не хватает, это полная электрификация всего автомобильного транспорта. Министерство энергетики не комментировало, руководство Калининградской области тоже не комментировало. Ситуация, да, неприятная, но дождемся все-таки официальных итогов выяснения причины инцидента, а пока просто зафиксируем, то, на что Испания потребовалась около суток, в Калининградской области решили меньше, чем за два часа. Это говорит о том, что вот тот критический порог генерации на альтернативных, прерывистых источниках не превышен. Энергетики оценивают такой порог где-то процентов 30, и бравые доклады, которые мы слышим, то из одной страны Евросоюза, то из другой, что у нас зеленая генерация 50 процентов, 60 процентов. Надо относиться настороженно, но, конечно, при этом помнить, что к зеленой генерации в Европе относятся отнюдь не только солнечные и ветровые электростанции, это и гидроэлектростанции мощностью 25 мегаватт, а с 22 года еще и атомная генерация, поэтому, если сложить все вместе, то, может быть, вот такие числа и получаются. Я не думаю, что профессионалы энергетики в Европейском Союзе все дружно ушли на пенсию, хватает их там, просто их не хотят слышать. Борис Сеонидович, большое спасибо за комментарий. Друзья, подписывайтесь на телеграм-канал Геоэнергетика.инфо, ссылка будет в описании и в закрепленном комментарии. Там же будут реквизиты для желающих финансово поддержать наш проект, что мы дальше также бодро вещали на всех площадках без монетизации. Спасибо. До новых встреч. Всем спасибо за внимание. Всем всего доброго. Друзья, в очередной раз напоминаю о том, что полное название нашего канала «Независимый аналитический онлайн-журнал Геоэнергетика.инфо». И слово «Независимость» после того, как была отключена монетизация со стороны Ютуба, для нас стало дорогим, ценным, близким. Для того, чтобы сохранять независимость, вы прекрасно понимаете, что в наше тревожное время необходимо прежде всего альтернатива поиска спонсора, который будет задавать нашу новостную повестку, нашу, так скажем, стратегию и тактику, нам кажется не самым удобным. Поэтому напоминаю о том, что нас можно видеть прежде всего в нашем телеграм-канале, где мы стараемся сообщать все новости, касающиеся нашей работы, наших новых проектов. Вы нас можете видеть на портале ВКонтакте, вы нас можете видеть в Зене, вы нас можете поддерживать за счет того, что у нас имеется страница на спонсор.ру, все это будет в описании под этим моим кратким вступлением с напоминанием о том, что если вы хотите, чтобы проект Геоэнергетика.Инфо продолжал развиваться, нам необходима ваша помощь и поддержка. Большое спасибо за внимание.